Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Я снова подсела к вам на мозг и хочу, чтобы вы вместе со мной посеяли это удивительное, очень вкусное растение. Речь пойдет о пепино. Сорт называется концуэлла. Я познакомила вас с этим растением и получила массу комментариев. Да, уж, да, печальных как бы опытов очень много у наших подписчиков на канале YouTube и у телезрителей, вероятно, тоже. Вы же у меня и телезрители, и подписчики, я правильно понимаю? Но все-таки, если вы будете соблюдать все правила и посева, и подкормок, и выращивания этого растения, вы получите замечательный результат. И заметьте, вот один комментарий пришел с Украины. Они же не просто его сеют 1-2 на окошечках дома. Там целая плантация концуэлла. Это же замечательный фрукт, действительно, и вырастает он до килограмма 300 грамм один. Ведь это очень большой фрукт. Правда, он очень вкусный. Только в нашей торговле представлено всего два, насколько я знаю, рамзес и концуэлла. Но люди, которые едут за границу, приводят из Испании, из Италии подобные семена. Причем семена, схожесть даже из собственных плодов просто потрясающая. И вы можете оттуда ведь не тащить этот фрукт, который, может быть, и нельзя вывезти. Но уж семечек-то наскрести в карман. Вы можете. Вы же пройдете этот контроль, и у вас там, господи, в сумочке где-нибудь спрячьте хоть три. И то там правда фрукты потрясающие. Так вот, почему посев сегодня, конец ноября, заметьте, думаете, потому что я очень хочу, чтобы вы были все время заняты, и никакого отдыха между сезонами не было, да вовсе даже нет. Это растение несколько особенное. Оно завязывает плоды к нашему глубокому сожалению. Не летом, когда длинный световой день, а когда день световой короток. То есть до середины мая и уже осенью. Так вот, если мы посеем в конце ноября, в начале декабря это растение, тогда мы добьемся успеха. Сейчас я растрягу пачку. Посмотрите на пачку. Вот здесь внизу всегда напечатано, сколько количества штук и все опознавательные знаки фасовщика и продавца. И написано до какого годен. У меня есть дурная привычка. Я все время срезаю вот здесь. На сей раз и с сегодняшнего дня я буду отрезать верхнюю часть. Вот так вот. И оставляя все и картинку. Вот видите, как посеять, когда посеять, когда он зацветет. Здесь все есть. Но есть одна проблема, потому что клея здесь больше, чем надо, особенно там, где не надо. Достаем оттуда вот эту пачечку. Так, ну придется еще раз тричь ее. Вам не видно, мне на свет видно, что там внутри. А внутри там написано пять семечек. Пять семечек. Так, две появились. Вы знаете, руки уже грабли. Очень трудно вытащить их оттуда. А пакетики еще и с полиэтиленовой такой штучкой, пленочкой. И они как бы так стреляют. Посмотрите, вот они семечки, крохотные, на белом блюдце. Ой, ой, вот. Вы их видите. Вот такие они маленькие. Значит, как вы думаете, засыпать их или нет? Нет, конечно. Потому что, во-первых, контейнер должен быть прозрачным. Это обязательно. Во-вторых, значит, пролитая поверхность вот туда, где мы будем сеять, мы должны все это выровнять тщательно. Земля влажная. Я же как бы не делаю так, что в день посева все полили. Нет, конечно, это все готовится заранее и смешивается заранее. Здесь полный комплект всего, что возможно вообще в почве. Потому что пепина – это нечто. Вот смотрите, разровняйте площадку так, чтобы у вас семечки не были ни втянуты вниз, ни на бугорке лежали, а все одинаково красиво были расположены на ровной-ровной поверхности. Это первые их часы жизни. И все должно быть так, как оно любит вот это растение. Так, значит, теперь надо разложить семечки. Разложить по поверхности. Как же их разложить? Ну, разложим так, квадратиком. Вот одно, я его вижу. Так, оно лежит на почве. Так, это очень страшно брать даже. Второе, я его тоже вижу. Этот в середину. Кошмар, если честно. Сюда обязательно плашмя. Чуть-чуть можете придавить, чтобы зафиксировать его на почве. Так, и сюда. Вот, все вижу. Вермикулит поблескивает и нет понимания, что это уже, да? Так, а теперь, естественно, для того, чтобы сделать все правильно, так, как написано на рекомендации. Это очень важно. Нужно, значит, семена проращиваются при температуре 28-30 градусов. Желательно с дополнительной подсветкой. Май, слышите? Оптимальный срок посева, да, конец ноября, начало декабря. Плодоносить они будут с конца февраля до начала мая. Формируют в 1-2 стебля. Я забыла вам сказать, что это растение относится к группе посоленовых. И, в принципе, может выращиваться, но у вас есть такой опыт, как помидор. Вот нет ничего особо сложного. Высоты он достигнет не более 2 метров. И будут сосредоточены его цветы, они у него нежно-сиреневого цвета. Они будут такими кистями, я бы сказала. И если короткий световой день, то все плоды завяжутся. И вы увидите, какая это красота. При правильном уходе и при освещении, и при, естественно, желательно летом, конечно, высадить это все на грядки. Но ведь опять семена, опять это же проблема. Да я знаю, я ведь такой же садовод-огородник, как и вы. Поэтому, вырастив вот эти растения, мы высадим их летом на даче. Это мы сделаем обязательно, пускай они там окрепнут. Пускай, ну да, они не будут завязывать плодов летом. Но при этом мы сохраним растения и перевезем их домой. Можете в контейнерах высадить и в контейнерах забрать. Даже в небольшом объеме почвы они прекрасно цветут и прекрасно плодоносят. Лишь бы день был короткий. Мы привезем их домой, хотя бы одно растение. И весной, сохранив до весны это растение, а это невеликий труд, мы обязательно снимем с него черенки. Что гораздо проще и гораздо интереснее. А как это сделать? Если нам все это удастся, я покажу прямо на растении. Но самое главное, забыла, боже мой, у меня тут есть волшебная пленка. Волшебнейшая. Вот это все нужно закрыть пленкой. У меня пленка достаточно толстая. Можно любой, в принципе. Но меня устраивает вот такой вариант. Эта пленка, знаете, служит мне уже много-много лет. И скоро она нам снова пригодится. У нас начнется посев декабрьский. Таких культур замечательных. Которые мы все очень-очень любят. Да. Ну, осталось только сделать отверстие. Ну, возьмите зубочистку. У ножниц немножко толстоватый край. Но вы должны понимать, что если оставить закрытой поверхность этого контейнера вот таким вот образом, то, конечно, там все начинает, влага испаряется, начинает все закисать неправильно. Все должно дышать. И мы делаем вот так. Ну, не бойтесь. Я пленку потом поменяю. И неоднократно, если это потребуется, ее нужно натянуть для того, чтобы дырки были очень даже ровненькие. Они сейчас стянутся. Можно цыганской иголкой делать, можно зубочисткой делать. Вот, видите, надо заматывать вместе с дном. А нежелательно. Там же тоже почва должна дышать. Там тоже есть отверстие. Ну, хотя бы вот так. Все. Вот если вы видите, что конденсат начинает собираться в одном каком-то месте, значит, ну, там испарения по какой-то причине больше. И влаги, конденсата больше, конденсат, упавший на растеннице, пользы им не принесет. Поэтому делайте дополнительное отверстие. Ну, это все можно красиво завязать, убрать, подрезать. Вот так на уголок можно сделать. И загнуть все это вот сюда под пленку, чтобы ничего не болталось со всех сторон. Да, сделайте мне красиво, называется. Так, ну, это я доделаю после того, как мы закончим. Значит, что нужно еще, значит, кроме того, что вот мы это сделали, вот просто вы должны понимать, что каждый день вы должны смотреть вот сюда. Семена его взойдут через 5-7 дней однозначно. И нет никакого секрета в этом. И оно не такое капризное, как у нас растение, поверхность, на которое мы сеем. Поэтому следите за ним внимательно. При недостатке влаги вы просто ставите контейнер в другую какую-то миску. Там есть отверстие. А еще вот здесь отверстие бы хотелось бы сделать, чтобы воздух подсасывался. Я это сделаю. Но не нашла другой контейнер. Мне этот очень понравился. И все в ваших руках. Всего вам доброго и до свидания. А дальше мы будем следить за нашими растишками, как вы их любите называть.